Деревня Тарталей в Бутурлинском районе осталась без газа из-за строителей высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Строители разорвали центральный газопровод. В результате без газа, без горячей воды и отопления оказались и жители, и социальные учреждения. Котел не работает со вчерашнего дня. Газовая плита не работает. Плитку дали соседи, которые греют кое-как. Посуда не мытая, воды нету горячей. Не пожрать свой, не покушать сварить. Ничего. Я сегодня с утра, чтобы скипятить чайник, молоко, у меня ушло до этого 5 часов. Дома холодище. Невозможно находиться дома. У всех маленькие грудные дети. А как сейчас в садике у вас? Никак, бил глаза все. Вечером работали, все в сене, все. Закрыто предупредили с вечера, со вчерашнего. Нам позвонили воспитатели, что в связи с аварией садик не работает. Там дорогу делают. Ковредили, наверное, трубу. Экскаватором повредили вот эту центральную трубу. Они же работают ночью. И день и ночь работают. Какой? Вот еще. Ковшом задели. Наверное, походу, что не видел. Или как. Как копало. Все размещали, все показывали, где к зоопроводу. Все пикеты. Все было размечено, все как положено. Крыткубу, которую газовую, задели. А мы не отместили сегодня. А кто ее? Экскаватором? Кто ее как-то получил? Восстановили уже. Уже восстановили? Да. А когда газ будет? В течение часа, наверное. Продухка произойдет, да. Все установлено, газ скоро будет пущен. Кстати, как мы сообщали, в Краснооктябрьском районе, магистраль пройдет и там, строители организовали слив воды со строительной площадки прямо в пойму реки Пьяно. В результате в одной из самых чистых рек Нижегородской области льется какая-то жидкость с явными следами нефтепродуктов. После нашего сюжета Росприроднадзор начал проверку этой ситуации.